я всех приветствую сейчас утро и перед вами князь сатаниэль что из себя представляет эта статуя как она попала ко мне я вам сейчас расскажу внутри этой статуэтки есть кое-что но смотреть нельзя когда я переворачиваю его он очень тяжелый я не буду брать его на руки когда его переворачиваю там нечто издает звук гремит но что это нельзя смотреть поскольку это какой-то тайный знак который был туда значит положен его первым владельцем я видела эту статуэтку 20 лет назад видела на выставке из санкт-петербурга где были представлены еще до революционные статуэтки разных времен сатаниэля обходили стороной боялись подойти почему потому что как было написано в значит в истории этой статуэтки по разным версиям эта статуэтка принадлежала известному чародею чернокнижнику якова брюса откройте посмотрите кто он был один из величайших колдунов нашего мира после его смерти сатаниэль перешел его ученику по имени александр а потом уже как бы теряется связь со всеми владельцами сатаниэля он был где-то в какой-то частной коллекции долгое время потом как-то попал в питерский вот музей после попал еще кому-то и так далее вот были представлены эти статуэтки которые продавались естественно в то время я не смогла себе позволить сатаниэля но он мне так понравился что я попросила его когда-нибудь если судьба если он захочет прийти ко мне я говорила и повторяю что эти статуи которые со смыслом которые не просто так созданы они имеют хранителя стражника они имеют душу они сами выбирают владельца себе дорогие друзья в наше время часто можно встретить скажем гранит мрамор но в основном это не самые самые лучшие качества мрамор гранит чаще всего это гранитный или мраморная крошка которая прессована и придается вид камня каким-то образом это делается я не могу сказать поскольку я не работаю с камнями это настоящий гранит причем самый лучший потому что профессионалы которые смотрели вот посмотрите пожалуйста он сейчас здесь видно нет 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 вот вот такого типа гранит считается самым качественным лучшим но тогда делали очень хорошо согласитесь тогда не не сейчас не наше время это чтобы тогда если что-то делали по заказу то делали наверняка сплав металлов разных чугун медь еще какой-то алхимический металл который непонятно какой князь сатаниель брошенный вниз за его знания руках у него некоторые считают что это крест но согласно описанию статуэтки это ключ ключ знания ключ всех наук и и прочее просто его изобразили в виде креста креста перевернутого что означает бунтарский дух желание узнать больше взгляд очень живой прям проникает в душу вот показываю чтобы камера могла зафиксировать его для вас естественно рогатая голова символ упорство символ непокорности символ вездесущности и прочее прочее когтистые огромные крылья сложены задумчиво сидит когтистые ноги прицепились к земле что означает что сатаниель влюблен в мир и в людей единственными его значит единственной его виной было то что он хотел людям подарить знания очень напоминает прометея правда который был изгнан богами за дерзость подарить людям огонь но огонь символически знания научить людей чему-то на самом деле образ сатаниеля и сатаны библейской это разные вещи сатаниель более более древний образ более древний персонаж о которой я как-то говорила вам сейчас не будем зацикливаться на этом так вот переданы чернокнижником яковом брюсом или после его смерти взяты учеником александром сатаниель через сотые руки попал в этот в эту на эту выставку где я была лет 20 назад ровно 20 наверное где-то так я помню что я действительно очень мне понравилась эта статуя я не могла себе к сожалению позволить но я сказала что если это судьба когда-нибудь ты придешь ко мне после этого честно говоря ну не скажу что день и ночь помнила до вспоминала вот это необычную необычный артефакт необычную знаете реликвию но поняла что видимо не судьба через некоторое время спустя много лет после того как я приехала в москву после того как я более-менее достигла определенных высот после того как меня узнали люди и многие меня знали и до этого естественно но я имею ввиду в москву да более широкая публика я помогла естественно людям я помогла им выпутаться из очень трудной ситуации одного человека спасла просто от необоснованных обвинений и тюрьмы и так далее не буду сейчас углубляться в это все и меня сказали чтобы ты хотела получить в подарок я говорю вы знаете я даже не знаю не могу вам сказать и одна из них говорит кажется я знаю что все на этом тема была закончена мне назначили время когда они прилетят с питера как правило вы знаете что к нам приходят люди по рекомендации да вот подруга друг знакомые знакомых и так далее вот эти три человека они между собой знакомы не скажу что дружат и через некоторое время значит они прилетают и привозят мне подарок вот когда открыли коробку я просто онемела потому что я увидела перед собой сатани или моего на вот так вот он ко мне пришел значит он меня выбрал захотел остаться со мной они говорят что когда они летели в самолете они единственная мысль была не упасть не разбиться потому что такую сильную вещь везут я гру вы знаете наоборот вы защищены очень даже дорогие друзья я скажу вам следующее несколько лет он у меня я себя более защищенной сильной наверное не чувствовала еще никогда он просто символ моего ремесла символ меня сначала когда привезли я просто поставил его на подоконник у меня были дела никогда было этим всем заняться нужно было освободить место чтобы поставить статуи прочее прочее как будут это дело как-то забылось как ни странно звучит через некоторое время я чувствую что я просто без сил я очень плохо себя чувствую голова кружится и сутками лежу просто никакая не могу понять что происходит вроде таких сильных работ ну не раз делала и как-то вот непонятное состояние я вдруг вспомнила что он на подоконнике он на меня обиделся он тянет силы с меня естественно я ему делила место на алтаре естественно он там находится в данный момент среди богов как властвующий над ними дорогие друзья мне кажется что невооруженным глазом видно насколько это творение даже не хочу сказать статуэтка творение реликвии артефакт носит в себе силу своего владельца я думаю что каждый человек понимает сколько было проведено рядом с ним обрядов и всяких разных ритуалов и прочие тайных о которых мы мало знаем поскольку человек который владел им был очень силен я иногда боюсь возле него что-либо говорить поскольку это сбывается просто молниеносно я помню что несколько раз я просто свою злость вылила когда вытирала статуи я что-то сказала про человека который меня обидел через некоторое время узнала что у них страшные бедствия был момент когда я очень хотела что-то получить и я это получила я получила просто буквально на следующий день если мне нужны определенные там сумма ли что-то вот для чего-то это получаю если мне нужно чтобы обо мне где-то узнали и предложили сами что-то мне я это получаю эта статуэтка она не случайно пришла в мою жизнь как не случайно приходит все остальное в наш в нашу жизнь да но вы знаете все чем мы владеем в этом мире в этой жизни земной жизни поскольку все это дается временно из всего что мы владеем мы можем выделить определенные вещи которые нам особенно дороги и и которыми мы дорожим я вам перечислю из всего что у меня есть вот имею ввиду статуи богов и прочее я бы выделила несколько без которых мне было бы плохо я не скажу что остальные мне не нужны неинтересно конечно они нужны но их я снова соберу они снова у меня будут если мне будет нужно я снова их куплю я снова их найду но есть те которые мне просто не просто статуэтки для меня это часть меня и один из них из этих статуй то есть одна из этих статуй это моя самая первая статуэтка фортуна которая для меня была как покровительница как матерь самые тяжелые минуты только благодаря этой богине я шла вперед я могла могла позволить себе жить выжить и не пропасть самые тяжелые минуты своей жизни вторая статуэтка которую я дорожу это геката белого цвета которая мне далась с трудом и очень долго шла ко мне третья статуэтка это лакшми который полтора года я искала просто она мне просто ускользала из рук пока сама не выбрала меня не пришла четвертая статуэтка это бафомет большую большая статуэтка бафомета и пятое наверное статуэтка пожалуй вот сатаниель они для меня собственно говоря равны они каждый из них пришел в мою жизнь в определенный период причем выбрал меня сам он сам пришел в мою жизнь иметь это те статуи которых есть определенная сущность в них во всех есть сущность потому что я почему говорю людям дорогие друзья вы когда хотите наполнить свой дом статуэтками вы подумаете вы будете собой их кормить они берут очень много энергии вас столько энергии сил хватит чтобы с ними сосуществовать если вы уверены что хватит тогда берите но я не думаю что вас хватит вы будете ходить как пьяный без сил когда говорят об артефактах друзья мои артефакты это не просто там имеющие огромную ценность вещи которые там куплены просто ради того чтобы светиться и сказать вот у меня есть такой артефакт такого-то времени такого-то века и так далее нет артефакты это предметы силы это предметы которые обладают силой энергии бывшего владельца которые носители этой силы разрушительной силы или созидательной смотря в какой сфере вы используете эту силу да и для чего вот сатаниель это один из таких предметов один из таких предметов культа артефакт если хотите реликвия собственно история хранителя тайн ключника бездны и того кто видел очень многое за свой век пока находился у одного из величайших колдунов мира которого называли сыном дьявола между прочим которую все боялись автор сатаниеля неизвестен неизвестно кто когда и каким образом как бы создал заказ чей был понятно вот кто его создал не не знать никто это неизвестно но как говорят просто так ничего не создается любой образ сил демонов любой образ древних богов приходит создателю откуда-то извне то есть он не от себя это сочиняет ему дают этот образ и на этот образ несет в мир и показывает людям на тот образ который им хочется показать который на который они согласны к которому они дают добро это мой друг соратник помощник пропитаны силой многих колдунов потому что скорее всего шесть человек владели им и это очевидно от него идет эта сила если он выбрал меня и пришел в мою жизнь ну значит не просто так выбрал сами понимаете что они просто так никого не выбирают для меня большая честь что он есть в моей жизни это моя охрана это во многом мой соратник друг стражник я бы сказала это тот который наказывает моих врагов тот который поощряет мои успехи